всем привет мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла сегодня у нас на очереди бренд фукс кто делает где делают европа или нет меня зовут антон воронков и вы на канале my gt.ru в этом видео мы разберем первое откуда появился бренд фукс и какова его реальная история второе на каких заводах и в каких странах производится тот фукс который мы получаем в россии третье каких еще странах встречается фукс четвертое стоит ли продукция фукс своих денег и пятое бонусная если продукция фукс японии и как к этому бренду относятся сами японцы история фукс начинается германия 1931 года в городе мангейм это средний но очень интересный по наполнению город сейчас мы проживают около 300 тысяч человек там большая железнодорожная станция очень важный речной порт пересечении автомагистрали разных в общем как сейчас модно говорить мультимодальный центр там находятся заводы концерна дамилер эйджи там же заводы джозефа вогеля который выпускает лучший в мире асфальтоукладчики является мировым лидером там же завод компании винтер шейл эйджи про которые рассказывал видео про одинол там же дочи хатчетсон который производит разнообразные достомеры шины и так далее там же дочерние комбинаты компании бас в 1886 году по улице мангейма проехал первый автомобиль карла бенса из фирмы которого позже был создан даймер бенз в общем мангейм это один из самых идеальных в германии на тот момент мест одно из самых идеальных мест для того чтобы создать компанию по производству и продаже смазочных материалов представьте себе германию 1931 год мангейм жизнь кипит заводы поезда пароходы автомобили всем нужны масла и смазки в то время в германии очень ценились масла из сша особенно из пенсильвании и во все городах практически крупных германских были представительства американских компаний которые импортировали из сша свои смазочные материалы они отличались хорошим качеством стабильным и большим ассортиментом чего местные производители на тот момент еще предоставить для собственного рынка внутреннего не могли какие именно компании из пенсильвании имели представительство мангейме в тридцать первом году прошлого века очень тяжело сказать потому что архивных данных сохранилось очень мало поэтому предположу что возможно это были либо western auto либо apn либо эмфи ойл компания либо сэр ойл бук либо стерлинг ойл дивижн может быть это был кто то еще по сути делает неважно самое главное что масла из сша а конкретно из пенсильвании стали тем фундаментом на котором была построена в дальнейшем та компания которую мы сегодня говорим компания фукс молодой парень рудольф фукс тридцать первом году ему было всего 21 год создает свою компанию называет ее собственным именем официальные источники умалчивают какого перепугать 20 летний парнишка задает свою компанию продажи масел и каким боком он был ранее с этим связано вообще об этом нет ни слова нигде я предположу что ситуация была такая на самом деле рудольфу было 18 лет он устраивается работать в компанию которая была импортером смазочных материалов из сша из пенсильвании в том числе в этой компании он проходит одновременное обучение и стажировку и работает там же что он делает думаю что скорее всего он был там на подхвате возможно развозил смазочные материалы по клиентам это могли быть разные ж.д. узлы могли быть разные предприятия различные может быть там связанные с теплоходами пароходами какие-то структуры с ремонтом может быть так далее то есть он развозил масла общался с клиентами видел что клиенты покупают какие потребности у них есть раньше же не было ни царевок там никаких там для менеджеров не было не отчет никакой сейчас есть у нас разбитая электронная поэтому все было в устной форме все было на словах всего на личных связях все было на знакомствах все было на репутации построена поэтому рудольф ездил общался с людьми знакомился узнавал их потребности что им необходимо может быть не обо всем рассказывал своему руководству так далее поэтому думаю что через некоторое время как любому талантливому менеджеру и целеустремленную человеку ему приходит в голову мысль что пора бы распрощаться с компанией начать создавать собственный бизнес мысли работать на себя всегда очень соблазнительная она приходит на ум в любом продажнику рано или поздно и вот уже прощение с конторы скупая мужская слеза небольшие вложения и у рудольфа есть крохотное маленькое помещение местной бойне стол стул велосипед и понимание того что нужно делать и в какую сторону двигаться напомню что фукс это фамилия создателя того бренда который мы с вами сегодня говорим рудольфа фукса фукс в переводе с немецкого это лиса и у этого слова есть еще два таких забавных значения это лошадь рыжей масти на немецком языке и пройдоха чем занимался рудольф первое время историю умалчивать я думаю что накопленные деньги покупал больших масла у представителей компании с пенсильвании и просто перефасовывал эти масла в более мелкую тару и продавал ее по своим клиентам которых он работал за время работы в предыдущей структуре 99 процентов что так и было официальный сайт говорит что он брендировал свои масла и продал под своим брендом с самого начала это конечно полная чушь ни к брендированию речи конечно не шло он просто покупал бочку разливал ее в мелкую тару тару покупал там же на месте мангеме это сделать было несложно в то время металлическая продавала сразу елкостью литр там 5-4 и продавал ее по своим клиентам который знал давно которым имел отношения и с которыми имел хорошее знакомство вот масло в бочке из расчета бочкового продукта стоило 2 марки за 5 литров масло разлитое 5 литровую канистру стоило уже 5 марок канистра стоила одну марку арифметика очень просто и очень неплохая прибыль логистический отдел компании рудольфа фукса некоторое время состоял из самого рудольфа фукса его велосипеда на котором развозил сам лично все канистры по мангейму каждому клиенту доезжал привозил постепенно клиент становился больше и больше он уже накопил себе на небольшой грузовичок и вот тогда когда уже куплен грузовичок и стало клиентов больше пришло время для брендирования бренд который создал вдоль фукс придумал название назывался Penna Pura. Penna это от слова Pennsylvania сокращение. Pura это немного исковерканное немецкое Pura. Pura это чистый. Слово Pura не существует в немецком языке, дословно это немножко искаженное слово. Получается, если как бы дословно переводить название бренда, это либо чистое Pennsylvania, либо пенсильванское чистое. Больше на пиво, конечно, похоже. Вот так выглядели упаковки. Конечно же, это не самые первые образцы, это гораздо позднее экземпляры. Первоначальное бы уже тяжело найти где-то в сети фотографии. В 1931 по 1935 год Рудольф крутится в прямом переносном смысле слова, как белка в колесе, мотается по себе Мангейму, развозит товар, договаривается, устраивает связи и так далее. В 1935 году он женится на девушке Ирме, на местной тоже уроженке Мангейма. Вместе с ней она является его хорошим помощником, она помогает ему развивать бизнес, работать с ним в офисе, по логистике помогает. И дела пошли еще круче. Они в 1936 году открывают представительство уже в Мюнхене, торговое представительство. А в 1937 году они покупают место для строительства и строят свой первый завод. Но завод это громко сказано, конечно, просто был крытый ангар. Называют его завод минеральных масел Рудольфа Фукса. Не за горами Вторая мировая война, правительство начинает вводить санкции торговые между США и Германией, обрезаются каналы поставок. Масса в Пенсильвании все меньше и меньше поставляется в Мангейму, в итоге все поставки полностью прекращаются. Начинается Вторая мировая война, все становится очень плохо. Вермахт гребет на себя все подряд на благо армии и фронта. Все каналы сбыта, все связи нарушены. В общем, ситуация почти патовая становится. Фукс не вынывает, понимая, что нужно срочно перестраивать работу на сегодняшнее реалии. Они начинают производить разные индустриальные продукты. Это и эмульсионные составы, разные вазелиновые масла, и ленточные масла, и средства масла, вернее, для антикоррозийных различных, для обработки. В общем, все, что требует сегодняшнее время. Перестраиваться на местных посадочков, те, кто еще остался, работа очень сложно дается, но, тем не менее, начинают экспериментировать, потому что новые базы, новые присадки, все новое. Они начинают экспериментировать, понимают уже в то время, что для того, чтобы какие-то эксперименты реально проводить и чего-то добиваться, нужна команда химиков и технологов, без которых сделать это очень сложно. Приходится учиться постоянно о своих ошибках. В 45-м году Мангейм интенсивно бомбят, очень сильные бомбардировки. Абсолютно чудом Фуксу удается спасти 2000 бочек с минеральным базовым маслом, он распихивает по разным складам их. Такой очень забавный момент, когда союзнические войска входят в Мангейм, они не трогают склады Фукса, потому что они покрашены в красно-синий-белый цвет, их принимают за французскую компанию. Такой забавный момент, когда его фирменные цвета помогли ему остаться на плаву. Ну, войну с горя пополам они пережили, не без проблем, конечно, тем не менее, все более-менее хорошо обошлось. Начинается с послевоенного восстановления Германии, подъем экономики послевоенный. Фукс, завод минеральных масел Фукса работает уже в полную силу, они начинают уже делать какие-то там даже рекламные шаги, они спонсируют первые гонки, которые проходят в Германии, а реклама в гонках, вы все прекрасно знаете, что это очень хороший рекламный ход, стимул для того, чтобы начали узнавать, поэтому бренд развивается, его начинают все больше и больше узнавать. Они набирают штат химиков и технологов, которые так были необходимы им в довоенное время, уже создают свою лабораторию собственную для разработки рецептур своих, и приходит время выходить на внешние рынки, потому что для этого все мощности у них уже присутствуют. Про историю Фукс тех лет можно рассказывать долго, потому что было много ярких моментов, но все прекрасно понимаем, что все было хорошо, росло количество филиалов в других странах, Росштат компании, появлялись новые продукты, бренд Фукс Пенопур становился все более и более узнаваемым, не только в Германии, но и за ее пределами. Вот так вот один молодой парень на велосипеде создал компанию, который сейчас знает во всем мире. Рудольф Фукс так умер за рулем в 1959 году, он чуть-чуть не дожил до своего 50-летнего юбилея. Это был настойчивый, умный и целеустремленный человек. Многие этикеточники блендеры европейские очень любят преподносить свои компании, как истинно семейные, с традициями уходящими, там бесконечность, когда все передается от отца к сыну, к сыну, к внуку и так далее, на поверхности, все это оказывается полнейшей чушью. Так вот, самая семейнейшая из семейничных компаний, это как раз компания Фукс, потому что ее создал Рудольф Фукс позднее со своей женой Ирмой, после его смерти бразды правления принял его сын Манфред, а сейчас представителем правления является Стефан, это внук Фукса, Рудольфа Фукса. Поэтому, видите, это самая семейнейшая из всех семейных компаний, которые только можно представить. Действительно, семейная история. Далее, в последующие годы идет череда слияний, вливаний, поглощений, покупки дочерней компаний, созданий совместных предприятий и так далее. Вы об этом можете сами почитать, в общем-то, информация открытая, рассказывать об этом не вижу особого смысла. Так вот, на сегодня компания Фукс, это очень сильная компания, у нее больше 120 различных торговых и производственных площадей, есть предприятия, вернее, есть по всему миру, причем это 2 миллиарда прибыли от продаж в год, это очень много. В общем, это очень сильная, большая, крупная компания европейская. Во второй части видео мы рассмотрим с вами чистую конкретику, кто делает, где делает, на каких заводах, откуда поставляется к нам Россию и насколько страшна локализация производства в России в городе Калуга. На этом все, надеюсь, видео стало для вас полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok